Всем привет, с вами Информ ТВ. Станислав Садальский в соцсетях часто упоминает о Татьяне Цыплаковой. Хотя известно о ней немного, они являются хорошими приятелями. И изредка, и журналистам удавалось взять у нее интервью, но она всегда была сдержана и не выставляла душу на показ. О личной жизни Цыплакова говорит крайне мало. Но то, что она была замужем за режиссером Денисом Евстигнеевым, это факт. Родителями ее супруга являлись выдающиеся актеры – отец Евгений Евстигнеев и мама Галина Волчук. Женатые Татьяна с Денисом пробыли около семи лет. Со своим мужем Таня познакомилась, едва вернувшись из Сирии, где занимала важную должность в генконсульстве. Между молодыми людьми закрутился роман, и спустя какое-то время они расписались. Квартиры молодоженов и родителей Евстигнеева-младшего находились по соседству, поэтому они часто виделись и ходили друг к другу в гости. Отношения свекрови с невесткой сложились как нельзя лучше, словно это были родные мама и дочка. Галина Борисовна в молодости мечтала о дочери, которую смогла приобрести в лице невестки. Идеальная семейная жизнь Татьяны вскоре дала трещину, а все из-за появившихся слухов о регулярных изменах супруга. Более того, появилась некая девушка, нагло представлявшаяся невестой Дениса, который, кстати, еще был в браке. Позже выяснится, что эта девушка – известная актриса Алика Смехова. Именно она разрушила семью. После развода Цыплакову больше всего тяготило то, что они с Галиной теперь станут чужими друг другу, а не то, что она потеряла мужа. Спустя несколько лет Цыплакова, повстречав второго мужа, забеременеет. Она будет невероятно рада долгожданному материнству, ведь в первом браке дети у нее так и не появились. Но счастью не суждено было сбыться, и вместо безграничной радости ее ждало огромное горе. Спустя неделю после рождения малышка, которую родители назвали Анастасией, ушла из жизни. В результате второй беременности на свет появился сын Артем. Сейчас он уже взрослый парень, но по-прежнему самый любимый и родной для материнского сердца. Он уже окончил обучение в Институте международных отношений и стал завидным женихом. А его мать сейчас занимается бизнесом. Она является владелицей компании, которая занимается подбором обслуживающего персонала. До сих пор Татьяна с любовью вспоминает Галину Волчек и благодарна ей за всю ту любовь и доброту. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!